Всем привет, дорогие друзья! Новый выпуск Комменшоу. Наконец-то мы вернулись из теплого солнечного Дубая в эту промозглую, в эту слякотную Москву. Мы с большим удовольствием вернулись в столицу нашей Родины, в лучший город Земли. И надо сказать, что на нас нет загара, в отличие от Нобеля. А это значит то, что мы работали втроем в поте лица, а Нобель работал в полпота. Хотя вы видели то, что он сделал совсем недавно, и это абсолютно потрясает весь интернет. Что ты имеешь в виду? Ничего. Твое видео с Дюбой. Мое видео с Дюбой, я понял. Да, так что мы работаем уже отсюда. Да, но мы были в Дюбой на пути, чем и он. Прекрасное интервью, Ноб. Хорошо, давай об этом, давай об этом. Понравилось интервью? Мне... Ты был одним из героев. Да, самораскрытие персонажа великолепное. Ты посмотрел уже? Да, конечно. Да? Роман? Да. Очень хорошее интервью. Да. Хороший... Очень много цитат после этого интервью узнал российский. Хороший автор интервью. Ну, ты знаешь, мне... Вопросы классные. Ну, давай, раз, давай несколько тезисно скажем. Мне действительно это очень показалось похожим на то, что сделал Криштиану. У меня, Денис, честно... Вот прям... Давай послушаем Пирса. Единственное, что Пирс, да, Пирс, конечно, так себе. Хотя мы-то следим, потому что Пирс-то потом начал поддерживать его... Представляете, сейчас реально Дзюба гол, номер будет писать. Красавец! Да, да, да. И Галаксионов поставит его на скамейку. Он говорит, это что такое? Надеюсь, мне это не грозит. Будет перечислять трофеи Артема. А что выиграл Локомотив? Просто я планировал вообще делать по-другому про Дзюбу. В Турции поехать в Адану. Адану там записать, как он интегрируется в турец... С Мантеллой пообщаться. С Мантеллой. Хотели как бы... Словно, скучный Нобел. Фильм. Скушный Нобел. А в итоге... А в итоге получилось так, что... Мне кажется, Артем сам хотел очень сильно... Выговориться. Выговориться. И вот мы сделали такое банальное интервью. Теперь главное не оговориться, когда с «Зенит» работаешь. Смотри, как... Добро пожаловать в Рио-де-Жанейро. Какой интересный... Аккуратнее, да. Смотри, Кость, какой у нас получается грамотный переход, поскольку ты действительно был одним из персонажей, о которых говорил Дзюба. Что он хотел тебе, всечь или что? Да не хотел он всечь. Не, но он хочет всечь. Кстати, вот Вася правильно написал тебе, Уткин. Но боится. А что, я не видел, что Вася... Ну, я написал. Ну, а что ты словами? Зачем? Зачем идти, всекаться? Твое же оружие слова и интонация. Аудитория многомиллионная. Аудитория, лояльная аудитория, да. Которая сегодня везде говорит о том, что мы за Костью. Чего все как-то сейчас... Нет, нет, он хочет мне всечь, пожалуйста. Я не собираюсь от него... Он сказал, что журналисты могут оскорблять футболистов и, понимая, что им ничего за это не будут, тут же побегут писать заявление в полицию. А ты журналист, кстати? Нет. Все, ты вне подозрений. Но мой заход был не в том, чтобы мы это обсудили, а в том, чтобы ты зачитал первую новость, потому что она тоже про бои. Ну, боя не будет, а вот у Мостового вполне возможен бой. Я не знаю, кто ему задавал этот вопрос про бой с Карпином и Шалимовым. А что это вообще за история про бой Карпина и Шалимова? За что они должны биться? Ну, бои, как правило, там... Нет, ну, я так понял, что последние месяцы активно разные ресурсы провоцируют Мостового, Шалимова, Перечески, Карпина, ну, Карпина реже, на тему их прошлого, там, отношения, там, в 90-е годы, какие-то курьезные истории и вообще, в принципе, то, кому относятся. А ты бы задонатил, кстати, Мостовому, он же просил деньги на обучение. Ну, ты сейчас серьезно об этом говорил? Да нет, конечно. Нет, конечно. Ну, нет, я к тому, что не мы, я к тому, что Мостовой об этом серьезно говорил? Мостовой? Да, он сказал, что это стоит дорого, стоит почти миллион, и у него таких денег нет. Нет, ну, ребят, ну, если вопрос, там, скинется, там, по тысяче рублей, там, или сколько, по 10 тысяч рублей. Он же может ходить на Матч ТВ, заработать миллион, получить лицензию, это будет вообще Netflix. Давайте, ребят, давайте коммен-шоу скинется, там, по 5 тысяч рублей мы скинемся, и вот начнем с, ну, наш четвертый, 20 тысяч рублей стартовый бюджет для Мостового. Тренер Буднущего, тренера Мостового. Это какой-то ненормальный, на самом деле, курс, потому что про донаты говорил не только Мостовой, говорил и Елагин совсем недавно в нашем превью. Тоже захотел донаты. А он за что захотел? Я уже не помню, что он хотел эти донаты. А я говорю, это пончики, Александр Викторович. Он говорит, нет, а я слышал деньги. А, посмотри, что Викторович получит тренерскую лицензию и устроит с Берли такое в АПЛ? Нет, ну, смотри. А вообще, Костя, ты был прав, потому что РФС может в знак солидарности, благодарности за карьеру Мостового и Бориста... Он же всех тренеров критикует, ругает, и надо дать ему шанс не только в медиалиге, где он дебютировал. Пускай РФС даст ему бесплатное обучение как подарок. Или наоборот, дать ему деньги за то, чтобы он не тренировал. Нет. Да вообще... Ну, почему? Это нормальный выход. Так сейчас так и происходит. Да вообще дать эти деньги может ему команда, которую хочет назначить. А, нет, не может. Не может. Роман, соберись. Короче говоря, Александр Мостовой говорит, я откажусь от боя с Карпиным и Шалимовым, какие бы отношения у нас не были. Хотя, если я возьму перчатки, многим не понравится. Да, Александр Матич может. И победитель пары Карпин-Шалимов выходит на победитель пары Дзюба-Генич. Это было бы красиво. Да, финал у нас на канале. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, все. Если я вышел бы на бой с Дзюбой, я, конечно, бы проиграл. Ставишь на Дзюбу и проигрываешь во втором раунде. Первый убегаешь просто, а потом проигрываешь. Так, дальше идем. Давайте, Евгений Ловчев. Вот еще один эксперт. Кстати, уважаемый. Неужели нельзя было построить в Москве хотя бы один стадион с крышей? Почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе? Это он про футболистов? Ну, в Питере стадион строился 12 лет. Но с крышей. Это была хорошая шутка. Что, какая? Ну, про футболистов или про болельщиков. То есть вопрос в том, что... Вы не слушаете тонкий юбор. Почему мы слышали, почему не выпускают? У Ромы очень тонкое чувство юбора. Это понятно, да. Потому что мы не можем на это реагировать. Бери паузу. Ты же понимаешь. Для смеха в зале. Было бы неплохо, если бы мы массовку тоже собирали, да? Нет. И аплодировали. Нет, Константин. Нет? У нас немножко другая идея. Я все предлагаю нашим генералам, Илье и Андрею, и Славе, отправиться с гастролями. Кстати, да. Кстати, мы так быстро соберем миллион для Мастауа. Да. Кстати, объявим, да. И немножечко для Елагина. Потому что, действительно, такая мысль достаточно давно гуляет. Это наши коллеги делали в Англии. Они отправляются в свои команды. И отправляются в город. Встречаются с болельщиками. Условно, небольшой кинотеатр. Туда приходят болельщики. И мы вот так общаемся. И в таком формате свои байки рассказываем. Ну, как Хвартина, ты. Типа, да? Ну, можно и так сказать. Это хорошая идея. И мы, конечно, будем рады попутешествовать по планете Земля. Блин, ну вы-то не работаете. Я работаю. Вычеркиваю. Да, вычеркиваю тебя. Спасибо, Константин. Ребят, но Костя будет работать. И все будем работать на стартующем уже совсем скоро весенней части РПЛ. В общем, завершая обсуждение этой новости, Евгений Серафимович абсолютно прав. Было бы круто, если бы у нас было больше стадионов с крышей. Причем, меня знаешь, что поражает? Мадридский Реал, Мадрид, Испания. Климат точно в разы лучше, чем в России. Они сейчас реконструируют арену, делают ее с крышей. Многие другие европейские команды тоже строят с крышей. Не, ну они, понятно почему. Потому что это будет не стадион, а многофункциональный центр. Там и концерты будут, и чтобы под дождем люди там не мокли. Ой, это, кстати, тоже последняя тема, что, прежде чем перейдем, вот это тоже мне очень понравилось, я не знал. Оказывается, в России, вот опять же, не на всех стадионах, в хоккейных можно продавать пиво. Но если ты дворец спорта назовешь культурно-развлекательный комплекс, продавай. Ну тогда ты не можешь играть в хоккей там. Потому что это вообще такой цирк. Это вообще отдельная история. Ну ладно, это отдельная история. Самое главное, то, что сказал Нобель. У нас рестарт российской премьер-лиги. И нас ждут невероятное количество эмоциональных и очень интересных матчей. Вот кто герой? Я лично жду феноменального весеннего отрезка от Эдуарда Спиртяна. После его великолепного гола ворота ЦСКА. Я вот жду, что он сейчас это проявит очень-очень круто. Кто твой герой, Константин? Мне интересно, продолжит ли за Самару забивать так же много, как за Оренбург Писарский. Мне очень интересно, сумеет ли Спартак сохранить вот этот задор и станет чемпионом. Да, приблизиться или нет. Я, кстати, сделал это. То, что ты провоцировал. 10 тысяч поставил на Спартак, что он станет чемпионом. С коэффициентом 10. Где поставил? Винлайн. Каждый раз они выходят на поле, чтобы показать свои суперспособности. И каждый, кто станет свидетелем этого, скажет, это была суперигра. РПЛ. Лига супергероев. Лига суперэмоций. Ну, шикарно. Крутые герои. Крутые герои у РПЛ. Потому что мы как-то привыкли, что вот это наш футбол. Это вот это вот все. Вот это вот. Скучное. Скучное, неинтересное. Вяста. А здесь? Меджики. Сафонов. Ты видел прыжок Пеняева? Пеняев. Вот я жду этого теперь. Кто там еще? Магистр Карпин. Карпин, там Клаудиньо. Клаудиньо. Сафонов. Сафонов. Это здорово. Знаешь, здорово то, что действительно практически в каждой команде у нас есть те люди, на которых нужно идти. Да. Или смотреть по телевизору, если вы не пойдете на футбол. Но в любом случае, следить за футболом, это невероятно эмоционально и здорово. То, что ты сегодня в красно-белом, это говорит о том, что к нам пришел супергерой, настоящая легенда уже и капитан московского Спартака. Постоянный. Постоянный капитан московского Спартака. Это Георгий Джики. Георгий Томазович, мы категорически вас приветствуем. Костя, ты куда смотришь? Георгий оттуда уходит. Вот отсюда. Мужик, да. Ты поляну не видишь? Привет. Георгий, тебе огромное спасибо, что пришел. Я специально свитер достал красный. Мужик, это ты за Спартак. Да. Даже Кэп не в красно-белом пришел, а ты вот в красно-белом. Молодец. Так. Водички, чайку. Ну да, можно. Что будешь пить? У нас, да. Все есть. Вы всегда воду прилагаете мне, хотя сзади... У нас бар, да. Очень интересно все время. Георгий, собственно, главное. Константин Генич взял и поставил 10 тысяч рублей на московский Спартак. Ты свою ответственность чувствуешь сейчас? Особую? Если честно, да. Теперь да. На Милане, да? Да. Может мне продать ставку? Кому? Ему. И тогда точно можно выиграть, да? У меня тоже есть вопрос практического характера. Мне нужно дать прогноз на матч Спартак-Урал. Что будет? Слушай, ну я не играю, могу тебе сразу сказать. У меня 4 желтые, к сожалению. Поэтому давай подумаем. Поставим. Грузанем. Ну раз ты не играешь, можешь в вершок. В вершок, это значит 3 мяча будет забит. А ты думаешь, что не знаешь, какой вершок? Ты знаешь, что он когда был совсем молодой в школе, локомотив, он был атакующим полузащитником, и что-то там, кем ты был лучшим бомбардиром области? Я был в области, да. Потом приехал в локомотив, когда уже, в Перовске. Как бомбардир, как полузащитник. Но это давно в прошлом, давай не будем об этом. Не, он знает про вершок. Нет, красавец. В 21 веке, как выяснилось, дольше тебя по годам капитаном был Спартакет только Егор Титов. Как ты вообще? Как это случилось? Да, нет, ну свыкся уже с этой мыслью, с этим ощущением, что вот ты капитан, что ты такой рупор Спартака. Постоянно общаешься с журналистами и все время... Ну, то, что капитан, да, но то, что я второй, да, в 21 веке, вот, это я первый раз слышу сейчас от тебя, вот. Понятное дело, что это приятно, понятное дело, что, ну, многие понимают, что такое капитан Спартака, да, потому что все прекрасно знают, что такое Спартак, вот. Поэтому, ну, большая ответственность, понятное дело, но это моя работа, моя жизнь, и я очень счастлив. На тебе капитанская речь перед каждой игрой? Нет. Или так не стоит вопрос? Нет, сейчас уже с этим... Сейчас такого нету, сейчас тренер говорит, и уже все, выходим. Если заметили перед игрой, прямо перед самым свистком, круг встаем, там уже, да, можно что-то сказать. Из последнего, первая игра с локомотивом, в кругу стояли, и со словами «Россияне, давайте вперед», нас было 11. Мы без иностранца выходили, вот, я, ну, грузин, все прекрасно понимаете, да, но паспорт у меня российский, и вот с такой речью «Россияне, давайте вперед», мы, так сказать, начали игру, и уже сейчас, когда вторая игра была, получается только Квинси был, но решили то же самое повторить, потому что он говорит «Я Антоха, я русский», ну, вы знаете тоже эти цитаты его, «Я Антоха, Антон Промис». Кстати, а вот Абаскаль вам как это объявил? То есть он просто назвал состав, и вы сами поняли, что «О, только русские играют», или он сказал, что вот у нас есть иностранцы, которые пока вот мы их будем там подводить? Вообще никаких предпосылок к этому не было, состав нам объявляют за час до игры, вот, и все было так же, как всегда вообще. Понятное дело, что было небольшое удивление, но тем самым потом, потом, ну, проанализировав там всю ситуацию, там кто, ну, прекрасно знаете, кто был в Москве, кто позже приехал, кто прошел не весь цикл, там, тренировочные, все спокойно. Дисквалификации все-таки не забываем еще. Да, приняли это все, и спокойно, в дело. Что такое полноценные сборы с Абаскаль? Ну, смотрите, у нас были первые сборы с ним в Тарасовке тогда, вот, там было очень короткое время тогда. Это летом? Да, летом. Вот. И не совсем понятно было, какой у него вот этот сам процесс долгий. Ну, там, два-три сбора когда, да, у команды. Сейчас, ну, я могу сказать, что это одни из самых таких хороших сборов, которые у меня были на протяжении всей карьеры. Вот. Понятное дело, что это все покажет сезон, как мы будем готовы, как мы будем там физически, там, ну, не знаю, там, к 27-му, к 28-му туру, там, да, как мы пройдем весь этот отрезок. Но, в целом, все довольны. Все довольны. Был и мяч, да, были и беговая работа была, был замечательный турнир, вы прекрасно знаете, да. Поэтому, ну, все очень хорошо прошло, все довольны. Я вот во время турнира подписался на YouTube-канал спартаковский, и, ну, я просто залипал над вашими тренировками до видео, потому что вообще тренировки не повторяются, упражнения практически не повторяются. Все через мяч, все через какие-то координационные вещи, ускорения. Вот с кем ты можешь сравнить подобные сборы? Ну, слушайте, наши у меня был только, получается, Гаджи Муслимович был. И Коннов. И Коннов, да, в Спартаке. С Муслимовичем в Перми... Похоже было. Минус 20, да, на искусственном поле никаких развлечений точно не было. Ну, мяч был нормальный. Мяч был, да, такой. Вот, но такого, как с Абаскалем, точно не было. То есть у Тедеско, у Ваноли или у... Было, но такого количества и такого разнообразия точно не было. То есть вопрос в интересе, то, что это интересные тренировки. Это интересно, да. Это вот, как сказал Костя, да, все время разнообразно. И ты не знаешь элементарно, какое сегодня будет, как это говорится, фанни-гейм, да. Вот. И оно даже не повторяется, чтобы ты знал уже какие-то читы, так скажем, да. Опять же, многие думают, что это просто там, вот, вышли там футболисты и развлекаются. Но это, опять же, где-то элемент ускорения, где-то элемент, ну, восстановительного какого-то характера, где-то координация, где-то там ловкость, где-то надо кого-то там подкинуть или что-то. Поэтому, ну, в этом тоже есть тренировочный какой-то, ну, подтекст такой. Какой Абаскаль человек? Вот какими словами ты бы его охарактеризовал? Потому что со стороны он многим кажется невероятно закрытым. Ну, смотрите, возможно, для окружающих, и как вы это все видите, да, я с вами согласен, потому что если брать, опять же, медиа, да, вот раньше к нам часто кто-то приезжал, часто нас, футболистов, давали тоже там на интервью, там на какие-то, ну, там, не знаю, там, шоу, подкасты или что-то. Сейчас это все больше контролируется, да, мы больше в таком... В закрытом режиме? Да, в закрытом режиме, где, опять же, да, пресс, ну, и тренер, конечно же, да, это все контролирует. Внутри он совершенно другой, понятное дело, что там внутри он может, ну, больше раскрыться, так сказать, больше нам довериться, нам понятно почему, потому что у нас взаимное доверие, и все прекрасно друг к другу относятся. Ну, на публику, да, я согласен, и я это тоже с стороны наблюдаю, потому что, ну, знаю, какой он внутри, какой он... Такая серьезная смена вектора, потому что, действительно, Спартак был одной из самых открытых команд, теперь зимой одна из самых закрытых команд, и история с раздевалкой, куда никого не пускают, в отличие от Локомотива на Кубке, и... Да и вообще много других факторов, тут же Абаскаль пока ни разу не дал ни один комментарий, ну, в смысле, развернутый. Ну, только клубным медиа дал. Нет, опять же, мы можем это понять почему и объяснить почему. Как вы это переживаете и, наоборот, чувствуете себя вот в этой ситуации комфортно, или это какая-то непривычная история теперь? Он дал понять, что мы будем все делать на поле, то есть элементарно даже какие-то лишние разговоры или что-то особо не имеют, не то что никакого смысла, понятное дело, что иногда и поговорить очень важно, но самое главное, все всегда будет на поле, поэтому вот такой какой-то общий девиз будет. Ты долго был в «Спартаке», видел всякое, но, наверное, все-таки за последний год произошло то, чего ты не видел, когда «Спартак» подписал футболиста, которого потом дисквалифицировали за допинг. Как вы внутри команды об этом узнавали? Потому что на «Бальде» вот я его сейчас увидел на сборах первый раз, он мне очень понравился. Такой прям быстрый, подвижный, забивает, отдает, бежит, то есть очень сильное и приятное впечатление произвел. Слушайте, ну это вообще непонятная ситуация, понятное дело, вот, когда мы узнали о том, что он тренируется в «Лужниках» один, да, уже, там, ну, у него тренер был, там все. То есть там не был момент, когда он с вами начал как бы тренироваться? Ему даже нельзя было с нами на базе контактировать, да, то есть мы его вообще не видели. А, то есть он даже как бы не доехал еще? Нет, ему, нет, в смысле он был, он сыграл с «Зенитом», вышел, да. Когда история стала, да, да. Да, и потом через две недели, да, уже факт, все, туда-сюда, и все, его дисквалицировали, и он вообще с нами не контактировал, ничего. Мы, получается, ну, там переписывались, общались, как, что, и к концу ноября, если я не ошибаюсь, он только там за две недели, что ли, начал с нами, ну, перед отпуском, там, получается, и все. И вот сейчас полноценный сбор тренировки, и вот. Я понял, это фишка «Спартака», все время кто-то должен тренироваться отдельно от команды. Вот это, кстати, хорошая тема, которую ты затронул по поводу раздевалки, что выходило из раздевалки. Помнишь, был даже какой-то момент, тебе корреспондент задал вопрос, какой-то был спор, ты кому-то обещал, там, миллион рублей или два миллиона рублей за гол. Про деньги. Да, ну, опять, про деньги. И ты сказал, откуда у вас эта информация? Он говорит, ну, вот рассказали, он говорит, надо будет разобраться, как ты из раздевалки вылезла наружу, и журналисты узнали. Ты, как капитан, вот сейчас проводишь полноценные беседы, ну, не расследования, а какие-то беседы у тебя были с ребятами, или Абаскаль этим занимается? Нет, у нас есть четкое разделение, что все, что происходит там в раздевалке, если вы что-то там снимаете или что-то есть, должно оставаться между нами. Не надо это не комускировать или что-то. Вот, поэтому, ну, на сегодняшний день, слава богу, все хорошо. Ну, а ты сам считаешь нормальным, когда из раздевалки выходит вот такое видео, как после драки в Петербурге? Нет, я же говорил об этом. Я говорил об этом, и, к сожалению, на сегодняшний день, вот, проведя, так сказать, небольшое расследование, меры приняты, да. Это нехорошо, согласен, что это нехорошо. Понятное дело, что, я еще раз повторюсь, что мы не, там, не праздновали какие-то драки или что-то, мы просто были шокированы с ситуацией, как Шамар, ну, откуда у него такие навыки. Это сюрприз был для вас? Если честно, да, ну, там, достаточно. Начали косо после этого на Шамарах. Что, аккуратно так, уже где-то меньше шута еще, там, Шамар, как дела, все хорошо, все хорошо, ничего не болит. Прозвище у него появилось какое-то после этого? Нет, нет, нет. Не, ну, просто такие вещи, то, что вы радовались в раздевалке и так вот реагировали, я считаю, что это нормально, но просто такое видео не должно из раздевалки. Сто процентов, я согласен, я об этом не раз сказал. Георгий, вот такие изменения публичные Спартака, команда стала больше закрытой, ничто не вылазит из раздевалки, чаще всего. Это все же связано с тренером или есть другая, возможно, причина, с тем, что Спартака владелец сменился. Ушел Леонид Федун летом прошлого года, в конце лета, теперь Лукоил. Ты с чем это больше связываешь? С тренером. С тренером? Да, с тренером. Ну, у Спартака были разные тренеры при Леониде Арнольдовиче? Были жестокие, жесткие, свободные, такие, сякие? Да, ну, по крайней мере, при сегодняшнем тренере такие, так сказать, санкции. Ну, ты видишь сейчас, что это работает. Вот скажи, атмосфера нынешнего Спартака, я именно про раздевалку, про то, как вы в быту общаетесь, она похожа на то, что было в чемпионский год при Карере? Тогда тоже ведь казалось, что вы едины. Ну, я тогда пришел, получается, за полгода, да, зимой. Понятное дело, что для меня там я вообще, ну, не понимал вообще особо, где я нахожусь, в том плане, что я был так счастлив там всему происходящему, что я на такие тонкости не обращал внимания. Понятное дело, что уже прошло там шесть лет, нельзя так особо сравнивать. А хорошо, а с поздним периодом, когда был Ваноли, когда был Руи, когда были достаточно яркие победы и кубок, да, и в лидерство в Лиге Европы. Первое место, да, вы занимались с Руи Витарией. Вот там, давай, каллиги Европы. Ты сейчас говоришь о том, что атмосфера замечательная в команде. Да. И тогда, когда вы добивались успеха, тоже была замечательная атмосфера, судя по всему. Или она по-разному замечательная. Ну, слушайте, смотрите, когда ты идешь на, там, на каком мы месте шли? На десятом месте, да? Понятное дело, у тебя будет одно настроение. Вот. Потом, когда ты едешь, обыгрываешь Наполе, приезжаешь домой, ты, да, немножечко уже такой, ну, у тебя хорошее настроение, все-все-все. Затем выходишь играть в чемпионат России, там опять, ну, неудача, неудача, как-то не идет. Потом все говорят, случайность, случайность, Наполе сюда приезжает, здесь тоже их выиграем, знаешь. И вот эти качели, вот эти, которые были, вот, они, конечно же, вот так на наше настроение, на нашу раздевалку и сказывались. А сейчас, ну, вот, как видите, все спокойно, ровно. Мы здесь обсуждали, видели, что Руи временно, Ваноли временно, что все это какая-то вот, ну, действительно, нестабильность. Там внутри у вас тоже было такое, ну, понятно, что вы работали, вам какая разница, кто вас, ну, важно, кто будет тренировать, но вы приходите исполнять свою работу. Но не обсуждать это тоже не могли. В чем вопрос? Когда у тебя, когда у тебя, когда у тебя, когда у тебя, ну, ощущение того, что все эти тренеры, они будут меняться постоянно, и тебе нет смысла за них играть. Ну, мы тоже опасались, потому что ситуация, понятное дело, все прекрасно понимают, и когда тренер приехал, ну, понятное дело, что такая возможность, что, ну, человек, там, приехав сюда, через какое-то время захочет уехать, ну, да, это было так. Сейчас полная уверенность, и он тоже подкрепил это тем, что он, ну, продлил соглашение, да. Поэтому на сегодняшний день, слава богу, есть уверенность. Ты же вообще как бы застаешь уникальное время. Потому что ты, помимо того, что ты клубный футболист, ты еще и систематически представляешь сборную России. И времена сейчас такие, что наша команда только-только начала возвращаться к товарищеским матчам, но пропустила отрезок, там, прошлого года. Некоторое время назад, как раз, когда ты к нам приходил, помнишь, год сборной не играл из-за пандемии, вообще не было футбола. То есть годы-то твои идут, тебе 29, да, то есть ты мог как бы еще больше играть за сборную, но ты попал и на коронавирус, и на вот эту ситуацию. На что только не попал. Да, вот, а, кстати, по поводу... Если еще травма была Георгия перед чемпионатом мира России, это же была вообще ужасная история. По поводу попал, просто если обменить. Мне нравится, как об этом все время Нобель говорит за эту травму. Его же все забыли, а Нобель всегда всем напоминает ее. Да потому что мне жаль, что ты на чемпионате мира не сыграл. Ты не был в команде, которая играла на Домашем чемпионате мира, которая вышла в плей-офф. Ты получил в январе травму, если я не ошибаюсь, на сборах. Было, было. Но я поэтому не обидно. Но он помнит, мы поняли. Не могу, потому что я напоминаю. Я не то, что напоминаю, чтобы... Матч, матч, дату. Смотри, я ввел к другому. Вот ты игрок Спартака. Ваш там тоже смотрят, какой вес, какой там прослойка жира, там, сюда. И тут твоя жизнь немножко меняется, когда сборная возглавляет Валерий Карпин. И тебе говорили, что в Спартаке у тебя все окей, насколько я понимаю, да, там, с весом, со всеми данными. Ну, не совсем. Замеряют сборную и говорят, что не совсем окей. То есть как ты это пережил и какие выводы ты сделал? Я не знаю, кто тебе сказал, что у меня в Спартаке все окей с этим. Вот, потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками, и с хинкалей. С хинкалей, да. Вот, поэтому, ну, понятное дело, что это уже со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Вот, но резкий переход такой был, да. Что с этим делать? Ну, если хочешь сборной быть, то надо это делать. Если не хочешь, то есть, что хочешь. Нет, 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 просто это изменило тебя как человека, то есть как бы ты стал более внимательно следить. Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, вот. И перестал, и у меня кусок горла не лезет. Твои слова после локомотива. Формат кубка непонятен. Выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться. Ты так и не посчитал, сколько матча вам до финала? Посчитал Константин. Я посчитал. Сколько? 12. Как бы спросить. В смысле 12? Если хочешь. Еще и Ирак и Ирана у тебя впереди. Нет, если ты хочешь сыграть в решающий матч в Лужниках, то, чтобы до него дойти, надо сыграть 12 матчей. Ну, это всего. Всего, да, 6 я сыграл в группе. Я думал еще 12 играть. Нет, еще до финала еще 4. Ты терпунешь, значит, зачем подрали Соболев и Шамар, чтобы не мучиться? Нет, ну, лучше попропустили. Да, еще 4, хотя если ты идешь по пути РПЛ, потому что ты же еще можешь упасть в нижнюю часть сетки. Ну, с этим я больше не согласен, потому что, понятное дело, есть групповая стадия, где с третьего места, да, у тебя есть полноценный шанс. Но когда ты уже в одной четвертой, в одной второй, и ты вылетаешь, ну, вот это мне не совсем понятно, что ты можешь еще вот так там снизу, да, через это обойти. То есть вы с локомотивом еще раз можете сыграть? Ну, да. То есть, по большому счету, даже в полуфинале, вот когда будет понятно, с кем вы сыграете, по пути РПЛ, если там опустите в нижнюю сетку, вы все равно еще с этой командой можете сыграть. Дело, а подожди, а как вы сами настраиваетесь? То есть вы выходите на игру, в которой вы можете проиграть, и все, не вылететь, или выиграть, и это не надо, или надо. Вот как вы это обсуждаете, да? Это не мы тогда настраивались. По-моему, даже вылетев из этой части, вот по заднего входа зайти... То есть что-то все там, все работает. Легче, по-моему, легче, по-моему. Легче, но денег меньше заработаешь. Так, ребят, нет, нет, я про бюджет клуб. Давайте Георгия посмотрим. Это должен был Костя сказать про деньги. Да, но как вы на такие матчи выходите, когда результат тут может быть вообще любой, и он имеет значение, но в то же время и не имеет значения? Ну, слушайте, тут можно просто элементарно, как это сказать, посмотреть, куда придется ехать, если ты проиграешь. Лучше здесь все решить, поэтому, ну, понятное дело, что это шутки, но а как можно выходить на игру, зная, что можно проиграть и вылететь? С таким настроем у нас такого точно нет сейчас. Давай к чемпионату, потому что Костя, когда мы ввели дискуссию по поводу шанса Спартакана чемпионства, он сказал, что Зенит должен аж три раза проиграть. Три или три? Но мне больше о другом думал. Спартак, получается, должен все матчи, ну, в твоей логике, выиграть. У вас осталось их, по-моему, 13 матчей, если не ошибаюсь. То есть команда сейчас, на твой взгляд, насколько концентрирована именно на цели чемпионства? Или вы, как часто говорят, играем от матча в матч? Я тебе честно скажу, вот я даже не дам тебе договорить, да, речи вообще не идет, но такие разговоры вообще не ставим. О чемпионстве? Ну, вот именно об этом никто не говорит, что нужно вот там все выиграть или что-то. Просто готовимся от игры к игре. Банально, да, но это так. То есть нет такого, что мы там должны там календарь и сверяете Зенита? Календарь, понятное дело, что да, там я могу сейчас много что говорить, но понятное дело, что каждый смотрит календарь, каждый знает, что будет Зенитом игра на выезде, очень важная. Каждый это прекрасно понимает, но об этом говорить, знаешь, там мусолить как-то в раздевалке или что-то там, давайте, 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 но такого нету, честно. Твои шансы падают, Костя? Всех интересовал уровень промеса, без предсезонки. Вот что вы мне скажете на это? Вот вы же видели его? Выходит феерит. Мы это обсуждали в подъезде с Лидим Витчем. Я ему задал вопрос, то есть получается, если человек может спокойно один подготовиться в Москве, как бы у людей может возникнуть вопрос, на кой черт нужны сборы? То есть вы уехали там в Дубай, куда-то еще, тепло, хорошее поле, то есть вы уезжаете в то, чего здесь не будет там первый месяц, правильно? Будет холодно и будет нехорошее поле, а Квинси выглядело так, как будто он с вами был. Слушай, сейчас тебя послушают, и люди будут какие-то вещи творить, чтобы на сборы не ехать. Давай поспокойнее. Просто одно дело через экран это видеть, да? Другое дело быть на поле и видеть это то же самое? Я вам скажу так, что, ну, Квинси же был здесь, да, под присмотром, у него был там и тренер, и все-все-все. Он тренировался, он готовился. Понятное дело, что тренировки с командой и тренировки там один, не знаю, в Сокольниках, Лождиках или что-то, это, ну, большая разница, да. Ну, вы все прекрасно его тоже знаете, он большой профессионал, долгое время здесь играет, обладает качествами, все-все-все, это, ну, сто раз не будем об этом говорить. А была первая игра, где его выпустили, по-моему, на 30, да, спокойненько так он, так сказать, притерся, вспомнил, как, что, что такое взаимоотношение, коллектив туда-сюда. Провел недельный хороший цикл, вот, и стартовый состав. То есть, опять же, ну, тренерский штаб так максимально, сколько было там возможности, вот так, подготовил его еще немного, и вот, пожалуйста. Ну, ему, видишь, ему легко, потому что он всех партнеров знает, знает, кто куда бежит, кто как открывается. Ну, конечно, знает, плюс никто не отменяет элементарные эмоции, которые после того, как ты один был, и сейчас ты с командой, вот это вот адреналия, и все такое. А что ты, по секрету, вот скажи, да, еще новый имидж, новый клип, все, он сейчас в эйфории. Что ты ему сказал перед третьим, получается, или вторым пеналити в ответной игре с Локомотивом? Перед второй пеналити? Когда стоял Бальде, ты... Это был перед третьим уже Бальде, по-моему. Подожди, когда... Он первый не забил, и игра, ну, пошла дальше. Потом, получается, второй он оппонентку делает, не забивает, и мы уже подходим там, и вот эта суета туда-сюда. Это... Не, я сказал, что хочешь, типа, я пробью? Он говорит, нет, я пробью. Потом Кейта пришел, захотел пробить, я говорю, ну, тебе вообще пока рано. Не надо, типа. Ну, то есть мы там смеялись, но это вы видели, да. То есть я не знаю, там кто говорит, что у нас какая-то ссора была или что-то. Нет, на этот матч было написано четко Квинси пенальти, все. Посмотри тут стата. Абаскаль о пенальтистах Спартака. Я бы дал Джики пробить третий, но Промес штатный пенальтист. Еще есть Соболев и Хлусевич. Бальде далеко в списке, я смотрю. Не, ну Бальде бил пенальти на... Как там Хлусевич? Вот это не ходить абсолютно. Не, мы на Хлусевич сейчас дойдем. Просто ты, я не помню, что пенальти бил. Я никогда в жизни пенальти не бил. И ты давал интервью, ты говорил, что пенальти это вообще не для меня, я не пойду. Это вообще не мое, нет. Но просто когда в будущем такое будет, что, ну, возможно будет так сделать, что это не повлияет на ход игры или на что-то такое, то я с удовольствием это сделал. Ну, так ты подошел и сказал, я могу пробить. Да, ну, Квинси важнее этот гол, вы сами прекрасно понимаете, почему, что. Поэтому, ну, тут никаких обид, ничего нет. Я лишь сказал то, что когда человек не забил второй, хочешь я ударю, ну, типа, давай я пробью. То есть это какая-то сарказм уже. Уж давай я пробью. Не, ну, давай я быстрее закончу, уже в 99-м и ехать надо уже. Еще Нобель пишет все время, когда, когда, когда. И знаешь, вот это. Да, тебя сильно замучило, Георгий, прости. Я еще так официально все время, Георгий, запятая, знаешь, все время так обращается. Ну, конечно, а как? А что в этом спешит? Подожди, Георгий, подожди, стоп, это важный момент. Я не знаю, обсудите этот момент сейчас. Георгий, подожди, мне сказали, что ты любишь, когда тебя называют только Георгий. Или это неправда? Главное не Жора. Главное не Жора. Главное не Жора. А, я думал просто... А по имени отчеству когда Георгий Томазович? Ну, это... Это Хусевич. Кто как хочет. Не, 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 просто мне сказали, что только Георгий. Он когда, знаешь, Жора или как-то сокращаешь? Нет, ну Георгий, меня зовут Георгий. Все, то есть нормально. Поэтому, наверное, лучше по имени обращаться в человек. Чем Жора. Чем Жора. Чем Жора. Чем Жора. Какая-то была история с Жорой, что тебя взбесило и что ты терпеть не хочешь? Да не, ну просто я, ну, вот так, вот так просто. Это очень прикольно. Мы эту тему обсуждали, когда ты к нам в прошлый раз приходил. Я сейчас пока ехал на эфир, я пересмотрел наш прошлый выпуск. Я, кстати, тоже смотрел. Мы обсудили историю с именами, и еще мы тогда... Ты сказал, что мою фамилию не надо склонять, что я Джики. Да. Прошло два года, никто не запомнил. Я запомнил все. Нет, нет, нет. Я запомнил Георгий и Джики, что нельзя. Я запятую запомнил. Так что делает, что делает в списке Хлусевич? Это мне вопрос. Да, да, да. Ты как капитан команды. Сборы, сборы были просто. И получается Соболев не играл, Квинси не играл. Вот. И на пенальти поставили, что Хлусевич бьет пенальти. Все были шокированы, понятное дело. Понятное дело, что пенальти не было. И вот после этой игры Хлус такой типа... Ну, как это... Сейчас пенальти был, а у него уже нет возможности пробить. И непонятно, когда такое будет. Ну и слава богу, короче. Не, ну можно было бы использовать после матчевой серии. Вы же на сборах били с Ростова. Он сегодня на тренировке бил нормально. Нормально? Да, спокойно. Не, ну там надо очередь действительно отстоять. Потому что и Соболев, и... Не, на самом деле Хлус очень хорошо бьет тоже. Вот. Я, если честно, не видел, как он... Ну, возможно, в Туле бил. Хотя не уверен. Вот. Но он хорошо бьет пенальти, да. На самом деле хорошо бьет. Действительно сейчас настолько уровень чемпионата упал, что молодежь... Молодежи легче становится. Даже в такой команде, как Спартак, где особый спрос закрепится в основном составе. Ну, я думаю, что да. Вот именно из-за уровня? Или не уровня самих ребят? В любом случае немного упал. Наверное, вот сегодня уже сколько времени прошло. Но об этом уже, наверное, можно сказать, да. Что уровень упал. Ну, ты это прямо сам чувствуешь? Ну, я это чувствую, потому что, понятное дело, когда там на тех же тренировках против меня играл Адриану Зелуиш, там, я не знаю, Фернандо, ну, Промес тогда был, сейчас был. То есть это одна линия атаки. Сейчас были бы те футболисты такого уровня, смогли бы молодые конкурировать, попадать, играть. Ну, непонятно. Вот. Но сейчас такая ситуация, и я, если честно, ну, немного даже рад. Дольше смогу играть. Не надо сбрасывать вес. А Артем Дзюба продлит твое долголетие? Вот он сейчас вернулся. Ты сразу сыграл. Слушайте, я, вот смотрите, честно могу сказать, сегодня, сегодня или вчера это было, не помню, обсуждали как раз состояние, вот, ну, Артема, в том плане, что он долгое время отсутствовал в чемпионате России. Вот. И я скажу так, что он еще, у него еще порох есть. Да, это сто процентов. И то, что мы там вот с ними уже закончили играть, и он еще, ну, наверное, не совсем так адаптирован тоже в локомотиве, потому что, понятное дело, что тоже время надо, оно и к лучшему. Смотри, минус 15, 15 тысяч болельщиков примерно в Черкизе. Как ты связываешь эти проблемы? Не, 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 подожди. Тоже не самая хорошая погода, но пришли болельщики на «Спартак». Да, матчи без «Фанайди». Вот, ожидается на матч с «Уралом», я слышал, ну, где-то порядка 5-6 тысяч. Ты, как капитан команды, общался с болельщиками или… Всегда на связи, да. Всегда на связи? Да. Они не будут ходить категорически? Категорически. Да, да, да. Позиции. Как вот клубу быть в такой ситуации, если на домашний матч будет приходить там по 5-6 тысяч? Ты в плане финансов опять или как? Нет, нет, нет. Сейчас, да, сейчас поборол, да, красиво. Играть нужно долго. Нет, ну смотри, понятное дело, что, ну, клубу от этого нехорошо, футболистам от этого нехорошо. Ну, что делать? Что делать? Ну, мы также, ну, со своей стороны выйдем играть. Понятное дело, будет хоть один человек, если будет, ну, мы выйдем играть, да. Будет как можно больше людей, конечно, это приятно. Конечно, приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут, там, все, что угодно орут, могу честно сказать. Вот, даже уже соскучились по элементарным... Матерным кричалкам. Ну, да, разные, которые были, там, снимайте майки и все такое, знаешь. Ну, просто это реально, этого не хватает. Опять же, ну, таковы реалии, что поделся. Ты видишь выход из этой ситуации? Выход? Ну, да, наверное, вижу. Убрать этот фан-ид. А почему, например, на футболе есть, а условно на... Хоккей нет. На других, я не буду говорить, это ты... Это я говорю, да. Ну, что-то, да. Ну, я к тому, что на других, где собирается, там, больше пяти тысяч, больше семи тысяч, нету. Ну, с чем, как это можно... Связать, да? Да, почему это так происходит? Георгий, по поводу уровня мы выяснили, что он падает. А мотивация? У нас тоже недавно был очень острый диалог, не только в Комин-шоу, но и Костя давал интервью Сергею Егорову, где был вопрос мотивации, да, вот, потому что нет еврокубков, вот, Вася Березуский считает, что это сильно бьет по мотивации футболистов и команд. Вот на твой взгляд, сейчас мотивация, да, понятно, обыграть «Зенит» первое место, но вот в глобальном плане, в широком плане, какая мотивация у «Спартака»? Она не стала меньше из-за того, что нет еврокубков и такая изоляция? Понятное дело, что хочется играть в еврокубках, но на сегодняшний день ситуация такая, что нужно подождать, как можно... ну, чтобы как можно быстрее это закончилось, и элементарно быть готовым к этому. Поэтому время, я думаю, что придет, вот, надеюсь, что, ну, не знаю, я это тоже застану, вот, потому что, понятное дело, что никто примерно не понимает, сколько времени, да, это займет, вот, но главное быть готовым к тому времени, что, когда вернут, опять же, играть там и как-то конкурировать. А Азия – это выход, на твой взгляд? Знаешь, вот, когда... Азия – кубки. Когда это все началось, я как-то позитивно на это смотрел, чтобы уйти там в Азию. Ты даже сказал такую фразу в Мигзоне, я помню, «Переход в Азию неизбежен». То есть, ну, все-таки это тоже уже долгое время прошло, многое проанализировал тоже. Я думаю, что нет, нужно подождать все-таки. То есть ты чувствуешь, что ситуация немножко меняется? Я чувствую, что немного меняется, да, и, возможно, ну, все когда-то заканчивается, и надеюсь, что вот этот бан наш тоже закончится. А что тебя подталкивает к ощущению того, что это меняется? Это после поездок за сборную и матчей с Узбекистаном и Таджикистаном, нет? Нет, ну, это понятное дело, это отдельная тема, но не то, что подталкивает, а просто хочется. Это элементарное желание, и элементарно даже, если посмотреть так, я, к счастью, застал Лигу чемпионов, я застал Лигу Европы, вот. И, ну, я знаю, что такое элементарно, да, вот послушать гимн, да, ну, это просто, когда ты там мальчишка в 6 лет, и потом ты осуществляешь свою мечту, я знаю, что это такое, но когда ты смотришь на молодых, вот, футболистов, да, которые у нас сейчас, хочется, чтобы тоже, они тоже это ощутили, они тоже увидели, услышали, увидели, сыграли, да и элементарно увидели наших болельщиков, потому что вот кто у нас сейчас молодые есть, они не видели полные трибуны, как, ну, например, дома собирается 35-40 вообще спокойно. Давайте поговорим о рубрике. Да. Мы придумали специальную историю, она называется «Кому подкат?», потому что мы знаем, что ты жесткий защитник, но аккуратный. Даже в ролике ты подкатил. А это правда, что у тебя всего одна красная карточка за всю карьеру? Нет, конечно. А сколько их у тебя? Ты считаешь красные карточки? Одна прямая красная? Одна прямая, две желтые с Краснодаром, одна красная прямая с Тулой. Это вот что касается «Спартака». Это последние две недели. Это одна игра. Ну да-да, отлично. То есть в чем смысл этой рубрики? Мы хотим проверить твою память. Мы тебе будем показывать подкаты. Твои? Ну да. Твои, да. А ты должен сказать, что это за матч, может быть, там какая-то история была внутри этой игры. Причем подкаты-то про футбол. Про футбол, да. Орех? А вдруг? Это Квинс изобил гол. А, оказывается, не только подкаты. Это Квинс изобил гол? Да. Это такое празднование. Он бежал в центр, да. А ты попал сильно? Не, аккуратно. А зачем? Да я не знаю. Эмоции левой. Эмоции. Не догонял. Опа. Это кубок. Это давно. Это давно. Это кубок прошлого сезона, потому что... Это не прошлый сезон, 100%. Или позапрошлый. Потому что мои бутсы, вот эти, они очень старые. Да, как пиранчик, который по бутсам определял. А это, кстати, мы поняли, что это классный профессиональный взгляд. Найки, да, такие бутсы были. Прикольные. Но ты уже в Спартаке. То есть это после 17-го года. Уже хорошо. Вспомни форму, какой это год. Слушай, это 17-18, наверное. Там еще, видите, вот справа этот Росгострак старый, по-моему. Нет, это суббот. Да, да, да. Росгострак на форме. А, да, вижу, да. Да. Шеврон есть. Ну, номерничка похожа. Ладно, не вытащим, да. Ну, это похоже на Марио. А, это мы с ними на выезде играли. У них на... А, это чемпионский год ваш, по-моему. Да. Нет, не чемпионский. Да, чемпионский. Здесь, конечно, такой был момент. Опасненький, да. Опасненький. Для кого? Для кого, прежде всего. Ну, я успел, нормально. А Марио? Марио нет. Это что? Это Тула. Это на Тулу похоже. Да. Это Тула. Я не знаю, кто это. Это кто у них нападающий там? Тоже по форме, смотри. Это, по-моему, матч, где вы выиграли 1-0. Это мы 1-0 выиграли. 1-0 выиграли. С Фернандо с Глушаком, да, разыграли. Глушак забил, да, в конце. Да, это первый тайм, наверное. Прострел был что-то такое, припоминаю. По буцышкам что скажешь? Что, красный? Нет, нет. Удобный, хороший. Может... Год. А я что должен сказать? Кто это? Кто это? Луценко, может быть? Может быть, Луценко, да. А, Джорджиевич. Почти, кстати. Ну, кстати, похоже действительно на... Как будто Дзюба празднул гол. Или что за карлик? Какой маленький. Это Лига Чемпионов. Матч, допустим, с Севильей. Или с кем? Это вообще инатланетяне? Это выезд какой-то, да. А, сейчас, это у меня фотография была. Это в Москве матч. Почему выезд-то? Вон, смотри, красно-белые шарфы. Везде. Или это Морибор. Либо это Ливерпуль, или Севиль. Ну, такой, да, стадион-то как-то... Или мы бы Морибор выезд первым. А мы, по-моему, в белой форме играли с Морибором первым. Нет, нет, нет. В красной форме играли с... Севильей. Ливерпулем. Это Ливерпуль кто-то, да. Да. Может, Маутини? Может, Каутини? Нет, не Каутини точно. Может быть, это... Может, Фермино какой-то, я не знаю. Не, Мане, наверное, да, Мане. Или... Я опять хотел сказать, что по бутцам помнишь? Не, не знаю, честно, но такая фотография у меня есть. Я не помню, кто там. На дворе? Прямо, в смысле, дома есть или где? А, Бенгедер. Севилья. Да, Севилья. Ну, ты, кажется, просто гигантом на его фоне. Да. Вот здесь сколько килограммов? Все мои. Лицо такое. Это Уфа, да? Да, Уфа, похоже. Уфа. Не, не знаю, кто на меня прыгнуть хочет. А, Уфа, вы... Такой Кичан, да. Уверенный взгляд такой в будущее. Я не знаю, честно. Вот так, кстати, тут тебя и не узнаете. Какие-то старые... А, Кротов. Такие старые фотографии берете. Да, опасные границы. Да, будься вообще не повторяются. Откуда вы это берете вообще? Ну, вон, смотри, там... Ну, Жигу, да. Жигу отгадали мы все вместе сейчас. Дальше что делать? Дальше анализировать. Вот человек в синем. Видишь, синие гетро торчат. Но это может быть не гетро, а это может быть... Что? Гетро, гетро. Это гетро, 100%. Это может быть Сочи? Это может быть или Сочи, или Динамо, или Зенит. Да нет, Динамо не мог в красных бутсах играть. Сейчас, кстати, все перемешалось. Какой-то год? Давай год просто начнем с года. У вас спонсоры. Винлайн, как всегда, надежный партнер. Уральский... Чего смеешься? Уральские авиалинии. Ниссан, японские автомобили. Ну, это два года где-то вот так назад. Ну, год-два назад, да. Не, ну вот форма с черной окантовочкой. Красивая, кстати. Ну, это два года назад где-то было примерно, да. Я не знаю, честно. Ну, я думаю, что это с кем-то из Сочи. Ну, пожалуйста. Мы начали с чего? Это повоз. Опасно. Да. Подсказок мало. Сломал человека. Тоже партнер Винлайн. Лукойл. Надежный. Найк, да. Надежный Винлайн. Это газон, то есть, наверное, все-таки футбол. Да. Форма какого года? Ты не помнишь, да? Я рассматриваю сейчас. Вот это нет. Вот это как можно помнить вообще? Это Дзюба, мне кажется, нет? Это матч, мне кажется, в Петербурге в любом случае. Против Зенитова. Такое ощущение. Я думаю, что нет. Ну, кажется, интуиция. Может интуиция? Давайте посмотрим, как она подводит Нобеля. Ой, это глушак. В форме Ювентуса. Еще в форме Ахмата. В форме Ювентуса. То есть, это на тренировке. Да. Ну, сложно. Неплохо. Сложно. Неплохо. А напомни, пожалуйста, почему у тебя 14-й номер? Всегда везде был 14-м. То есть, с первого профессионального контракта, это в Локомотиве 2 было, пришел, сказали выбрать номер, перечислили и 14-й. Ну, что-то связывает тебя с этой цифрой. Необычная, это защитника точно не задает. Нет, честно. Дерри Андрея. Честно, нет. Да нет. Нет, точно не Андрея, ничего. Но вот просто вот так получилось, так началось и надеюсь, что так закончится. Потому что на сегодняшний день это принципиально. Я тоже мог быть 14-м номером. Скажи. Когда Вамкар пришел, мне сказали, есть свободный третий, 14-й, 22-й. Я взял 22-й. Сейчас бы не было у тебя еще 14-го. Ну, вы знаешь, как бы вывели. Вывели, вывели, вывели. Ты 14-й был? Да. Там тогда, по-моему, ушел Сираков, да, играл, по-моему, 14-й? Нет, Сираков был 4-й, по-моему. Нет, 14-й был Сираков. 14-й, по-моему. У него очень долго было это, да. Он как раз в этот момент ушел. Я помню, я пришел, взял 14-й, и мне на первой, ну, там, когда нас приветствовали, так сказали, типа, это очень такой игрок здесь, это большая ответственность. 14-й номер, туда-сюда, вы готовы, там, ну, взять этот номер, я говорю, ну, да, готов. Ты просто сказал про номер, что для тебя это принципиально. А когда это сборная, там не бывает конкуренция за 14-й? Уже нет. То есть, когда я пришел в сборную, 14-й номер был у Кутепова и Илюхи, и потом мы со временем как-то сидели в раздевалке. Ну, он, не знаю, как-то узнал, что для меня это принципиально. Он говорит, если ты, ну, хочешь 14-й, вообще никаких проблем. А это правда, что он узнал, что для тебя принципиально играть в основе «Спартака» и тоже ушел из команды? Все знают тебя как игрока, капитана, ты неуступчивый, цепкий и всегда идешь в борьбу, но мало кто знает, каков ты в жизни. Потому что я вот, готовясь к эфиру, накопал огромное количество комментариев, информации, сколько же ты помогаешь людям. И не только людям. И вот история с собачками и кошечками, да, как приют, Ванечка, по-моему, называется, под Калугой, ты помог. Ну, это давно было, да. Финансово. Было дело, да. Плюс оплачиваешь через фонд «Спартак» детям разные медикаменты, там, протезы нуждающимся, плюс очень много также участвуешь в благотворительных каких-то акциях. Но сам говоришь, что не хочешь об этом рассказывать, потому что стесняешься, не хочешь на себя как-то внимания. Почему? Ну, я не то, что стесняюсь, но не знаю, я никогда там особо вроде там не добавлял, знаешь, там, после того, как помог что-то в соцсети, вот я помог там или что-то. Понятное дело, что об этом, чем больше людей узнают, тем лучше, в том плане, что, ну, это нормально, помогать людям, которые в этом нуждаются. Ну, ходить там налево-направо, говорить, что я там помог туда-сюда, ну, я не буду. Хотя я знаю немало футболистов, которые так же не говорят, но помогают больше, чем я. Все прекрасно знают, что турнир, который сейчас был, там есть призовой фонд от Винлайна, вот, и эти деньги мы, я, Рома, ну, наш, так сказать, капитанский совет, приняли решение, что ни одна копейка не пойдет на футболистов, вот, все пойдет, все будет распределено в фонд и людям, которым надо помочь. Крусовцы, круто. А вы дальше, ну-ка, а вы следите за тем, что происходит дальше, потому что это тоже такое достаточно, бывает момент шероховатость с ними, когда даешь деньги на благотворительность, они могут идти не по назначению. Ну, мы знаем, что это проверенный вариант. Конечно же, когда я кому-то помогаю или помогают это ребята, мы обязательно проходим контроль, узнаем информацию, все, и только потом, конечно же, ну, идет помощь. В основном это всегда помощь, ну, не то, что финансовая, а вот что необходимо купить. То есть ты, ну, допустим, нужна коляска, купили коляску, не деньги дали там, и потом ты не знаешь, да, эти деньги там пошли на это, а именно вот проверили. То есть они купили, а ты оплатил просто потом, да? Или так, или купил, отправил, да. То есть, вот опять же, сейчас на Новый год у нас была очень хорошая история с детьми, которые, ну, попросили у Деда Мороза подарки или что-то, и там прямо ты мог заходить на сайт и выбирать, какой подарок хочет ребенок, и прямо оплачиваешь его, и все. То есть все прозрачно, все было, и мы вот сделали там. Ну, смотри, в Европе, ну, это в порядке вещей, когда футболисты занимаются благотворительностью, когда они даже не стесняются, об этом говорят, не то, что там во всеуслышание, но... Ну, они открыли собственные проекты даже. Да, Диктор Мората открыл свой проект. Мората, Решфорд, да, очень много этим... Ну, там немножко другая история с питанием детским. Да, детским питанием, но он все равно занимался. Здесь в чем, как бы, может быть палка о двух концах? Что вот ты помог здесь, помог там, и пошло, как сарафанное радио передавать, и тебя могут просто заваливать, да, этими просьбами. Ну, есть такое, да, есть такое, конечно. Директ, так сказать, не резиновый, да, но, опять же, всем не поможешь, один человек всем не поможет, понятное дело. Но когда есть проверенный вариант, когда есть реальная история, все истории как-то в душу там попадают, как-то всегда жалко детей, там, всегда жалко какую-то историю. Ну, это значит, такой сентиментарий, да. История, да, которая какая-то произошла, поэтому стараемся всегда помочь. Будет это там тысяча рублей, десять тысяч рублей или сто тысяч рублей, всегда есть, у нас и в Спартаке есть общий фонд, откуда можно всегда вот на такие истории, так сказать. Распределить. Распределить, да. Поэтому все, что касается помощи, которая проверена, обязательно. Слушай, давай в Спартак вернемся, знаешь, в Абаскаль, требования, и всегда людям интересны штрафы футболистов. Что-то такое особенное он привез с собой, чему ты удивился, человек, который уже давно играет и видел, кажется. У нас перед тем, как, ну, когда он уже пришел, все официально, у нас состоялся разговор, где я ему, ну, где он спросил, какая у нас система, все. Я ему, конечно же, показал, вот, какая у нас была система штрафов и все такое. Он, в принципе, совсем согласился и не помню, какие детальные корректировки там были, но, в принципе, все так и осталось. Самое главное это что? В день игры, ну, не опаздывать. То есть на установку, на обед, завтрак. Не на игру саму? Ну, и на отъезд, да. Телефон, раздевалки? За час до игры уже нет. Вы сдают там, у вас комнатка специально вы сдаёте? Нет, просто все, каждый убирает, и все, он знает, что не надо в телефоне сидеть. А в перерыве? Ну, если хочешь, там, я не знаю, гол посмотреть, как забил или привез, то можно аккуратно. А вес? Сколько? Штраф за пограммом, типа? Нет, такого нет, нет. То есть был случай сейчас на сборах, там у некоторых ребят, да, было немножечко, так сказать, перебор, но быстренько, так сказать, дополнительная тренировка, как в виде штрафа, и все. У тебя не было? Не, у меня нормально, я приехал в границу. Серьезно? Да. А сколько ты вот максимум привозил после отпуска? Вот недавно я прочитал, что один игрок в премьер-лиге привез 12. Да назови его. Конечно же. Кто? Ну, скажи. Ну, в общем, привез больше десятки. Игрок премьеры лиги. Ты как быстро похудел за 5 секунд на 2 кило. Ну, не ты, а? Я тебе расскажу за кадром. Какой номер хотя бы у нее? В какой команде играет? В южной команде, да? В южной команде. Да, без имен, без имен. Без имен, да. А, я понял, про кого ты говоришь. Я понял, про кого ты говоришь. Если южная команда, я понял. Сейчас как зрителям обидно. Вообще просто. Просто вы оба поняли. Да. Мы в траме, естественно, не поняли. Конечно. Нифига. А, то есть ты просто так, да, про южную команду сказал? Я еще вариантов. Ну, 5 точно привозил, да. 5, это, ну, прям 100% привозил. В ручной кладе или? Нет. В боксах. В контейнере. В контейнере. Скажи, а как быстро сбросить пятерку вот уже на сборах? Просто еще интенсивный велосипед? Ну, неделя, да, неделя. Самое главное питание. И все. И вот двухразовый тренаж. Вареная курица и все нормально. Ну, не совсем так, нет. То есть от еды тоже так особо отказываться не надо. Тебя иногда и комментаторы в том числе критикуют за то, что и многие эксперты, что ты в каждом матче обязательно. Не в каждом. Но через матч обязательно окажешься на газоне. У тебя будет болеть нога. И вот должны будут быть врачи. И многие называют маленькие, Сергей Дурасов, правильно? Маленькие футбольные хитрости. Давайте обсудим это. Давайте обсудим это. Вопрос в чем? Вопрос в том, что как часто у тебя болит нога? Да. Ты делаешь это умышлено? Ну, болеть спартака съели с говном. Сережу, который, соответственно, в репортаже матча «Спартак-Локомотив» это сказал, его никто не... Правильно сделали или нет? Нога у меня болит часто. Нобель, почему? Потому что... У тебя травма была. Крестообразные связки. Это было 6 лет назад. Ну, хорошо. А колено тревожит? Так ты за заднюю держишься. Ну, а задняя тревожит. Ну, я не знаю. Вот спрашиваю. Ну, вот смотрите, объясняю вот... Объясни на пальцах. Да, на пальцах. Смотрите. В последней игре я не падал. Почему? Потому что не было столкновений, не было повода, скажу честно, чтобы где-то что-то придержать, паузу или что-то. Потому что это тоже имеет место быть, и я это иногда доделаю. Что касается, например, первой игры с локомотивом, где вот это, ну, комментарии, так сказать, начались. Смотрите, обычная ситуация. На улице, так сказать, минус 15, да? Вот. Ощущается 21. Достаточно неприятное столкновение. Падаю. Ну, элементарный дискомфорт возникает. Где, ну, потому что это мое здоровье, это мне дальше играть. Вот. Люди, которые сидят за стеклом, в тепле, с чаем, дома, на диване или что-то, комментируют это. Но они не понимают элементарного того, что на улице погода, было столкновение, есть, ну, личные проблемы, как и с задней, как и с коленом, как и с, там, не знаю, пальцами на ногах, я не знаю. Кстати, после этой игры, первой с локомотивом, правая нога, три ногтя у меня теперь... Синенькие? Нет, уже темненькие. Ну, вот, это к тому, что, ну, такое бывает у нас у спортсменов, кто не знает. Скажу честно, бывают игры, когда, например, соперник давит или что-то, я чувствую, что нужно сделать паузу. Да, такое бывает. Такое бывает примерно в 20% из 100. Маленькие футбольные хитрости. Маленькие футбольные хитрости. С локомотивом ты просто смотри, как грамотно поступил. Ты же вот столкнулся с зюбой, упал, вышла медицинская бригада, тебе оказали помощь, игра возобновилась. Через 30 секунд ты снова сел на газон, игра, да, игра. Да, потом мне перевязали колено, и я вышел, доиграл игру. Но ты ушел за боковую, и тебя уже хотели на Маслова поменять. И ты такой, не надо. Да, не надо меня менять. А теперь я объясняю ситуацию. Смотри, локомотив, счет... 1-0. Счет 1-0. Какой смысл мне, условно, центральному защитнику, когда команда давит, вот так, именно так сильно, уходить за 5 минут вот так с поля, а я оставляю, оголяю центр. Ну вот, так по сути. Это вообще не претензия. Да, это не претензия. Я просто объясняю людям, которые, ну, опять же, по-разному на это смотрят, и они имеют право на это тоже. Я, ну, совершенно спокойно к этому отношусь. В Италии тоже самое дело, защитники. Сколько раз Киеллини, Бануччи, до этого, там, Чиро Феррара, другие, там, Мальдини, они понимают, что ситуация тяжелая, это часто бывает. Ты видишь, такая, знаешь, итальянская футбольная школа, когда можно упасть. Каких людей перечислил, я не знаю. Нет, и ты в одном ряду. Да, Киеллини боец, конечно, все время перевязана у него голова была, но он всегда знал, когда нужна пауза, когда можно кого-то либо, там, прилично отоварить, либо самому упасть, там, в медицинскую помощь и так далее. Это нормально. Слушай, а сейчас вот Нобель просто, прости, вспомнил этих персонажей, ведь один из них специально ел чеснок, чтобы от него плохо пахло перед игрой Бануччи. И думал, что это будет влиять на нападающих. Нет, чтобы нападающих к нему не подходили близко. Ничего себе, первый раз слышал. Хим Халеб не закинулся перед матчем. Брыгай, да, да, там. Главное, чтобы за мной потом не бегали. Хим Халеб многие любят. Поэтому ты не душись, а то может быть обратный эффект. Давай еще одно. Я не знаю, увлечение твоя, страсть, или это какие-то сильные слова. Затронем такую тему. Олег Романцев когда-то сказал, великий спартаковец. В Спартаке были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья. А страсти, а винья? У тебя есть запас вина на базе? Грузинского. Качественно? На базе нету, но дома есть. Какое ты предпочитаешь? Запас это что там? Грузинское вино. Это несколько бутылок, это несколько десятков ящиков. Нет, запас это когда отец решил поехать купить виноград и сделать дома, я не знаю, почти тонну вина. И дома в гараже вместо автомобиля моего, который на улице мерзнет, это вино. Да ладно? Вот это. Так, хотя цех получает по производству виноград. А сколько у него времени на это ушло? Он сам... Или это постоянный процесс? Нет, он в течение лета там делает, и потом в течение года там подарки кому-то раздать, мероприятия там всякие, то есть на всю родину, так сказать. То есть это ваше фирменное семейное вино? Ну, это отец делает, поэтому оно достаточно вкусное. Но с акцизной маркой? Нет, 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 это для домашнего. Он хочет, чтобы мне отца посадили. Георгий. Ты что, скажи, адрес скажи. Он скажет потом, я этого не хотел. Это у всех грузин, потому что я когда был в Тбилиси и видел отца Хвичу, Бадри. Большой вам привет. То же самое? Он подарил нам, мы не хотели, честно. Я уже... Нет, он нам подарил, не знаю, вот бочку вина. Красного. Красного, бочку, заставил нас доехать до дома. Там мы с ним выпили одну там. По бокалу одном. Нет. Он дал нам еще одну. По бокалу. Бадри, огромное спасибо вам. Но это вино просто... Я думал, куда нам столько вина? 400 евро за перевес багажа. Это у всех так грузин? Я просто не понимаю. Все мужчины грузинские делают вино? Я не знаю, как у всех, но у кого есть возможность, время и такая страсть, то я думаю, что да, у многих. А он купил виноград или у него есть виноградник благодаря тебе? Нет, виноградника нету, нет. Он купил виноград и просто дома для себя делает вина. Как тебе Хвич-то, кстати? Мы с ним, понятное дело, знакомы, переписывались, общались. Но вот с тех пор, как мы можем наблюдать вот эту феерию, я так уже, как ты знаешь, на него смотрю, как на... Звезду европейского футбола. Да, и вот это вот, знаешь, когда ты можешь написать Роналду, Месси, но ты не пишешь, я так же сейчас... Я серьезно говорю, потому что, ну, понятное дело, что я рад, я все смотрю, я переживаю, болею, все-все-все, но я аккуратненько. Лайк, все там, спокойно так. Ну, понятное дело, что если там захочу написать, спросить или что-то, ну, я имею на это право, и я уверен, что он мне ответит, но я спокойно так. А смотри, если ты такой как бы фиксируешь, ну, абсолютно очевидный резкий взлет, и вот эту дистанцию, да, появляющуюся, ты не задумывался после этого о том, что, как бы, блин, на самом деле все возможно? То есть Хвичи был в России, там, Локомотив, Рубин, то есть вы вместе выходили на поле там друг против друга. Ты же всегда мечтал играть в Италии. Понятно, да, что сейчас все переезды там российских футболистов жестко осложнены, но не кажется ли тебе, что, в принципе, вот у вашего поколения игроков в голове это сидит, что они где-то там далеко, и они вот на этом уровне, а мы здесь у себя в России играем, и мы как бы не стремимся к тому, чтобы быть конкурентоспособными внутри тех историй? То есть у нас есть головин Миранчук, которые пытаются это делать, но общая масса, она и до всех событий находилась в России, особо никуда не ехала. Ну, я считаю, что всегда, что там пять лет назад, когда я только пришел в «Спартак» на такой большой уровень, что сейчас, ну, все реально. То есть понятное дело, что это все, ну, для нас именно все очень индивидуально, потому что мало у нас кто играет, и на нас очень так, из-за разных ситуаций, так сказать, точечно очень на нас смотрят, но вот такие примеры, как у нас есть, которые ты перечислил, ну, конечно же, это круто. И для меня сегодня, да, ну, ты говоришь, там, Италия, мечтал, не мечтал, но сегодня уже нет. Вопрос закрыт, да? Почему вопрос закрыт? Я думаю, что да. Ну, я не знаю, сегодня такая ситуация у меня, что я капитан «Спартака», я, ну, полюбил так клуб, что я вижу себя и хочу очень здесь максимально долго сделать все от себя завищееся на пользу клуба. Хорошо, сегодня Дивеев сказал о том, что я готов играть в «Серия». Вот на твой взгляд, центральный защитник сборной России, РПЛ топовый, как ты, как Дивеев, легко вольется в «Серию»? Ты играл против «Наполи». Какая команда? Ну, ты играл против «Наполи», ну, окей, не «Наполи», конечно. Торино. Торино, да. Удинезе. Именно Дивеев? Ну, ты вообще... Или вообще защитник России? Ну, давай, защитник топовый защитник России. Ты, Дивеев, кто еще? Нет, подожди, вот ты правильно говоришь, потому что вся сборная России, да, когда мы играли матчи, ты и Дивеев – это основа, и ваша альтернатива – это Чистяков-Осипенко. У нас нет других. Не было в тот момент там большого количества центральных защитников с паспортом. Ну, вот смотри, раз Дивеев сказал, что он готов, да, то давайте тогда его немножечко, так сказать, прокомментируем. Смотри, вот... Ему сколько лет, я забыл? 24, наверное. 24, да? Хороший возраст. Хороший возраст. Хорошие данные у него. У него большой, так сказать, уже... Ну, много игр наиграл, как за ЦСКА, как и в сборной был. Поэтому, что касается его лично, если он уедет и сможет там адаптироваться, и прогрессировать, играть, я буду только рад. Ну, есть трудности, да, когда ты переходишь в другой чемпионат, в другую страну, тебе нужно там подстроиться под чемпионат, под стиль, ритм и все такое, потому что, ну, все прекрасно понимают, что топ европейский чемпионат и наш, это другая там интенсивность и все такое. Поэтому, если он перейдет, а он хочет перейти, как вы говорите, я буду только рад. А кто для тебя вот за всю карьеру и в «Спартаке» в сборной был такой самый надежный, самый сильный партнер по центру обороны? Ну, мы с ЖГО больше всего, наверное, сыграли и по времени, да, сколько, три года, по-моему? Четыре. Четыре даже. Ну, там... Ну, травма у меня была, да. У меня тоже, да, по-моему? У тебя была... Подожди, ты уже выздоровел. У меня была, его взяли, потом... Я же контролирую ваши травмы, да, вас чуть-чуть... Ты спец по крестам. Не совпали травмы. Да, не совпали, да. Ты спец по крестам бородатых, да. Да. Но, Георгий, а мы уверены, что ты теперь спец по рыжим, вообще, как и Константин, кстати говоря. Константин заменит тем, что он всегда участвует в рубриках «За гостям». И сегодня подготовлена рубрика, в которой и ты, и Константин будут участвовать. Почему это? Може мой. Потому что рубрика «Самый рыжий». Вам по пикселям будут открывать фотографии, и вы должны на скорость, кто первый, угадать, что за человек. Да, ну не орите, «Самый рыжий». Поехали. Сложил. Полз в коллс. Сколлс, да. Есть, Сергей. Поздно. А ты чё? Я тоже вовлёкся. Сколлс, да. А, это так делать? Ну это... А я думал только наши будут. Нет, это зачёт Георгия. Это Кафрие. Кафрие. Первый Георгий. Первый Георгий. Да, блин. Кафрие, правда. Слуцкий. Суть по волосам. Да нет. Минус 10. Семёнов. Нет. Это рисы. Рисы. Я молчу, замечу. Все правильно, мы молчим. Конечно. Ну конечно. Так, 1-0 пока. Я тоже знаю этого парня-вратаря. А, точили! Точили! Конечно, тренер Сочи. 1-1. Похоже на Кана был сначала. Это наш. Ну говори. Гильермо. А, Гильермо Абаскаль, да. Это важно. Еще бы ты не взял этот вопрос. Это кто? Тренер. Чубайс. Чубайс. Ты сейчас услышал? Макарова. Нет, Смородская. Это девочка. Это Максим. Максим? Максим. Нет. А, нет. Так тут, да, вдалеке нет. Это это. Николь Кидман? Да какая Кидман? Ты чё, Козя? Козя меня пламя не делает. Ну как ее зовут? Ну очень красивая девушка. Кто это? Эмма Стоун. Вот, Эмма Стоун. Эмма Стоун. Очень похож на Николь Кидман. Ты вообще камень. Новый куплет, девушка. Ты вообще камень. Что за? Да певец этот. Французский. Что же звучит? А он рыжий? Не знаю. По-моему нет. Песня. Чё? Тра-ла-ла. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Тара-да-да-да-да. Фантазер. А, Эдуард Хилл. Хилл. Фантазер, говорит. Хилл. Фантазер. Фантазер. Это с Гарри Поттера, да? Ага. Кто это? Один дома. Нет, это не Калкин. Это не Калкин. Один дома. Подсказывай. Да, это из Гарри Поттера, да. Один дома, говорит. Какой? Да, какой один дома. Ты вчера один дома был? Так, ну давай следующий Блин, здесь что за лысина Борода вообще А, Милонов Милонов Ого Это постоянная программа Костя ориентируется Милонов, Чубайс Как будто он не знал, да, кого будут показывать Я не знал Я тебе серьезно говорю Это из Иванушек, по-моему, нет? Да, кажется, да Григорьев и Болонов, что ли? Ну правильно, Георгий Ты молодец Ну Рыжий из Иванушек, знаменитый Это опять Борода Это волосы, почему? Двова это Принц Гарри Принц, да Принц Гарри Три-три Что это? Пугачева? Близнецы, что ли? Нет, это да, что-то А, электроники Электроники, Сыроежкин Ну примерно так Да, ну почти Ну двое Это Братья Гримм, да? Братья Гримм, да Это уже был же Нет Так ответь Это Канн, Оливер Канн Нет, это этот певец Эд Широн Эд Широн А, блин, а похож на Кана Вот это Рыжий, где вот это Рыжий, скажите Да Может, там из подмышки Боятся А, Рыжиков Рыжиков Сейчас матчбол Да, да, да Сейчас взял Взял матчбол Все? Да, красавец У нас не так давно Появилась В линейке Многочисленных программ На нашем канале Коммент-шоу Коммент-тренер Когда Леонид Слуцкий Беседует со своими коллегами Если бы была возможность Сделать такую программу Коммент-защитник И интервьюером был бы ты С кем бы ты хотел Из центральных защитников Нашего чемпионата Сделать большое интервью И вообще Если расширим До мирового футбола Из наших центральных А кто у нас, да? То есть Тоже сейчас перебираешь? Нет, можно же С верхней иностранцев Правильно? С Виктором Савельевичем Ты знаешь вообще Что-нибудь про Вот этого Нового защитника Зенита? Нет Ренан Новый защитник? Да Левоногий, кстати Ренан Нет, это знаю Это знаю, да У них нового защитника Так напрягся Еще один Еще один бразилиец Да Не, ну Понятное дело Что своих я знаю Там особо Что спрашивать Вот А так С хуньером Алонсо Что? С хуньером Алонсо Прямой эфир С хуньером Алонсо С Килингер А если честно Вот если так Достаточно в шутку Отвечать Я бы с Дуарте Если честно Сделал бы Потому что Ну Он не разговаривает Не по-английски Ну ему тяжело Короче Вот Ну я бы с удовольствием С ним поговорил Спросил бы Узнал бы Как там человека Дуарте Это кстати прикольно А из звезд Из звезд Ну или просто Из европейских чемпионатов Так Из европейских Кто Сыграл Можно уже Кто Конечно Коноваро Коноваро Сразу Витчиня Вкус А что тебя сегодня С Бикинбалу Подожди А что бы тебя Прежде всего Интересовало У Коновара Вот с чего бы ты Начал разговор Ну вообще Просто У меня всегда Все-таки Золотой мяч Да Один из единственных За последние 20 лет До него Выиграл Мне кажется Бикинбалу Давно Да То есть Ну то что я видел Да Извиняюсь Выигрывал Матя Замер Замер В 6-й год Он был Золотой мяч Или лучший игрок Чемпионата Золотой мяч Замер Замер И потом Коноваро Извиняюсь Это я не видел Не застал Георгий Мы не можем Конечно Не спросить у тебя Про Медиа-лигу Ты В этом году Стал президентом Два президента Ну сейчас уже три Да Потому что мы так чуть Все-таки Ну Спартак Это наше основное Да Что логично Появился Да У нас Такой Третий официальный президент Так скажем А это кто? Это Ираклий Мой брат Двоюродный Который Непосредственно Когда мы там Ну собственно говоря Из-за этого он и стал Да Таким Президентом Полноценным Потому что Понятное дело Что у нас сборы Недельные циклы Мы отсутствуем И нужно тут тоже Принимать Кардинальные решения И Так сказать Теперь три президента Таких У вас команда Бей-беги Это чья была идея Назвать так команду? Ван Оле Хорошо Сейчас Это очень хорошо Это было такое Общее Как назовем Как назовем Перечисляли что-то И давай Бей-беги Ну и главный вопрос Зачем Вам с Соболевым Это все надо? Не совсем Наверное Такой вопрос Да Зачем Для чего? Почему? Свободное время Знаешь Интересно Это связано С футболом Это связано С менеджментом Что интересно Вот Лично мне Поэтому Я в это ввязался Так скажем Ты ощущаешь Конкуренцию Мощную Как менеджера С другой стороны С левой сейчас Константин Он тоже Менеджер Он тоже президент Да У меня сейчас Спонсора Искал час назад Конкурент Я хотел Георгию помочь И обязательно Мы еще Обязательно Поможем Не Просто мне Интересно Действующие игроки Свой тренировочный Процесс Мало Свободного времени Хотят провести Это время С семьей И тут Посмотришь Ну понятно Вам удобно Стадион И Тренировки У вас Это тоже Один из таких факторов Через дорогу Потому что Где проходит турнир На стадионе Луч Но я смотрю Вы не пропускаете Практически И на тренировки Приезжаете Между сборами Вы встречались С командой И когда сезон Идет у вас Там например Воскресенье Игра Вы в пятницу Условно Или в субботу На игру команды Приезжаете Ну слушай Давай здесь Тоже нужно Об этом сказать Что Прежде всего Все зависит От Спартака От игр От настроения То есть Поэтому Поэтому мы так активно В принципе И принимали Да Участие Вот Надеюсь Это и продолжится Вот А что касается Почему мы ходим И все Ну раз взяли ответственность За ребят За команду За Все это То Ну это элементарно Такая Элементарная ответственность За За других За которых ты взялся И Ну нужно делать до конца Как минимум Два дни Но вы свои деньги платите Нет Ну спонсорство У нас был Винлайн Спонсор Два турнира Вот Сейчас Понравилось Да Но Соглашение закончилось Поэтому Я жду от вас звонка Да Свяжитесь Потенциальные спонсоры Свяжитесь пожалуйста С Георгием С Георгием А вот Непосредственно В медиа в футболе Понравилось Потому что он вызывает Отторжение у болельщиков Ну и такую Отрыжку Потому что Ну там В комментариях все время Извини Отрыжкаешься Да Отрыжкаешься Все время спрашивают Да хватит С этим медиа в футболом Вот Зачем вы это все продвигаете Но вот У тебя не было отторжения То есть одно дело Смотришь со стороны Другое дело Когда сам Во все это Когда я только начинал Когда мы только Все это начинали делать Тогда был медиа в футбол Это надо признать Да Вот Сейчас это все В какое-то профессиональное Такое Все превращается В третий сезон Конечно же Мы заходим Да Вот Но что будет после Будем смотреть Потому что Понятное дело Что чем профессиональнее Тем больше времени Это всему надо уделять Но на сегодняшний день Нужно четко понимать Что Спартак Это основное Свободное время Нужно тоже Очень Точно заполнять Поэтому На сегодняшний день Вот так спокойно Георгий У нас все стабильно В отличие от медиа и футбола У нас есть Лига плохих футбольных шуток Ты уже будешь В ней участвовать По-моему второй раз Да Второй раз И сегодня Я не помню Кто был первый раз Не помню Я помню первый раз Ты мне краской на лице Рисовала Ахмад Сила Было Проверим Сегодняшние шутки Сегодня твой оппонент Денис Казанский Да Давай приступим Любимый телевизионный канал Дениса Казанского Первый нах Нормально Ну так А почему Скажи Промес не боится Что у него В подворотне Отберут телефон Слушай Я один раз пошутил Так Не надо Джеке вернет Хорошо Пусть будет так Почему Нобель Ходит грустный Непонятно С Дюбой Разговор был устный Ооо Стихи Каких гладиаторов Знает Джеке Спартак И все остальные Хорошая Да Может ты будешь читать Давай Давай Смелей Капитан Почему Дюба Не подрался С человеком С раздвоением Личности С ним Один на один Не получится Тема Артема Продолжается Почему Дюба Не смотрит Вебинары Красиво Красиво Потому что он считает Что вебинары Зло Должны быть Мужчина И женщина Вот сейчас Хорошая будет Куда Вылетают Команды Из одной Восьмой Лиги Чемпионов В путь В путь региона В путь региона Чемпиона Чего боятся Девушки В ночных Клубах Когда там Отдыхает Спартак Артурович Подката В джике Тонко Да Почему Генич По три раза За матч Рекламирует Фанайди Почему Проиграл Спорсайту Госуслуж А скажи Как будут Называть Зенит Если он Пять раз Выиграет Кубок России Через путь Регионов Пентарегионы Почему Василий Уткин Готов Высказывать Разные Позиции По одному И тому Же Вопросу Реально Может Усидеть На двух Стулях Ну почему Мне вот Это Достается Вот Очень Любопытная История Действительно Почему Джике Удивился Когда Жена Дала ему Список Подарков На Новый Год Не понял Что В списке Делает Хлусевич Что Подумал Малком Когда На госуслугах Оформлял СНИЛС ИНН Прописку И карточку Соцстраха Не знаю Да Это Вам не Рио-де-Жанейро На получение Какой Награды Джике Отреагировал Херасия Мерси За подгончик Джентльмен Года 2021 Что Говорят Опытные Грибники Болельщики Спартака Когда Видят Человека С полной Корзиной Сыроежек Отсоси У краснобилых Как Назвать Фильм Про Тренировки Бальде Один Не дома Какую Собаку Подарят Геничу И Дзюбе И Геничу И Дзюбе Боксера Почему Джике Нет на картине Тайная вечеря Так Привык Всегда быть Четырнадцатым Вот это Хороший Что Сделал Нобель После того Как Выпил Бочку Вина От Сахвич Так Так Взял Интервью Дзюбы И В завершении Темы Как Определить Что Нобель Пьян Взять Интервью Дзюбы Не Может Вспомнить Когда У Джики Была Травма Георген Надеюсь Все эти сообщения Которые я тебе писал Последний месяц Или сколько там Ну не месяц Там Пару недель Были не напрасны Ты получил удовольствие Нашей компанией Это сто процентов Так Ты знаешь С первого дня Как мы с тобой договаривались Но что-то откладывалось Не получалось Но я здесь Значит Я этого тоже очень хотел Мне приятно всегда видеть вас Приятно было второй раз посетить Надеюсь не последний раз Не последний мы тебя ждем И мы тоже хотим поделиться Своими эмоциями От этого видео Потому что у нас есть еще и футболга Георгия И он сейчас ее подпишет Мы ее разыграем Разумеется В нашем телеграм-канале Ссылка к видео Закрепленная Она вас как раз и приведет В телеграм-канал Коммент-шоу Там жмете на кнопку Капитан И вы Участвуете в розыгрыше Этой замечательной футболки С автографом капитана команды Георгия Джики Давай мы тебе поможем Просто мы еще в конце Хотели вспомнить фотографию Из матча Россия-Словакия Было такое Да И не забудьте Что фамилия Джики Не склоняется Что все-таки Тогда произошло Помнишь ли С Марио Обнимашки что ли Да Что это было Подать штрафную И вы обнимаете друг друга Он сказал Что он через год уедет Ну что Обнимемся Попрощаемся Спасибо Георгия Джики Спасибо Хомбол в России есть Нужно выиграем Спасибо Спасибо